Всех приветствую на своем канале Маленькая Говорилка. Кто-то мне когда-то в комментариях писал, чтобы я сделала разбор на заднем фоне. Но не то, чтобы я сделала разбор на заднем фоне, я сегодня снесла два с половиной мешка игрушек мягких, не обезьянок, в церковь, в дар детям многодетных семей. Вместе с своей подругой Машей Яковлевой. Она верующая, я нет. Я думаю, что религия или ее отсутствие не мешают добрым делам, и просто отправлять игрушки, допустим, в подвал, это было бы плохо, они бы просто сгнили. И я каждой игрушке, можете смеяться, можете нет, сказала, что бы она не обижалась, потому что вещи, в принципе, тоже какая-то дыша сохранятся, да, или частичка какой-то энергии. И что, допустим, то, что я с ней расстаю, чтобы она не обижалась, я ее не выкидываю, а отдаю какому-нибудь ребенку, которому она, в принципе, принесет радость. Я, так сказать, избавилась от большой своей желтой белочки с мухомором, которую Машке подарили из общества слепых, она подарила мне, ну, с таким небольшим подколом, что я все собираю коллекционеру. И там еще несколько игрушек, ну, мамин какие-то, которые она мне дарила, я думаю, мама бы не обиделась, скорее обрадовалась бы. И еще, в общем, люди, я, конечно, сейчас не буду передавать привет, потому что у меня там так все написано чуть ли не по диагонали и в крифе, и в козь. Это надо переписать все-таки на листок внятно, чтобы я поняла свои каракули и кого-то случайно не обозвала, неизвестно как. Давайте договоримся так, вы можете, если вам это не нравится, или обижаетесь, или еще что-то, можете отписываться от моего канала, я как-то не помру от этого. Приветы будут всегда выходить в отдельной этой теме приветов, к которому делала очень классная девочка заставку. И, в принципе, вот приветы пусть будут приветами. В обзорах я думаю, что не нужно передавать. Допустим, если я делала обзор подарков от Аленки, то в лучшем случае я передаю привет Аленке, а не еще куча народа, которых я, возможно, даже не знаю лично. Я думаю, это будет вполне нормально, потому что не всем нравятся эти сериалы с приветами, ну и вроде как и волки целые, и овцы сыта. И еще, люди, кто-то у меня просил создать группу ВКонтакте моего канала. Группа ВКонтакте есть. Из-за того, что в последние несколько дней меня некоторые углические друзья, в кавычках, люди, с которыми я когда-то общалась, но у нас разошлись интересы, и я думала, что мы разошлись мирно. Но, видимо, эти люди настолько у них, видимо, скучная жизнь, что я им до сих пор не даю покоя. Особенно мой приезд к Арабиху по приглашению Влада Шашкина, за что ему, конечно, огромное спасибо. Хоть он меня, в принципе, и раньше приглашал, но, в общем, суть такая, что некоторые, видимо, думают, что меня можно троллить, и что я настолько тупая, что чего-то там не пойму. Поэтому, в основном, якобы, пишут мне, якобы, мальчики, и якобы, это мальчики. Не будем тыкать пальцем, кто конкретно, так сказать, не пойман, не вор, но я сейчас отфрендил кучу народа, из, те, которые у меня, типа, в подписке. Во-первых, у меня открыто сообщение, вы можете писать или в группу, там тоже, по-моему, сообщение сделано, в крайнем случае, если что, я сделаю их, подключу их в этой группе. Или мне в личку, на странице, на моей официальной ВКонтакте, если вас это обижает, то, извините, это ваше дело. Мое дело тоже, в принципе, какое-то у меня личное право тоже должно, я считаю, быть. И мы с Аленкой это не в первый раз уже обсуждали, она мне такое говорила, что она никого не добавляет из подписки в друзья. В друзьях я оставлю только тех, с кем я общалась, или, допустим, в письменном виде, как с девочкой Катей, или, которым я присылала клевую обезьянку рисованную, или с тем, с кем я обменивалась посылками. Ну, или, допустим, тех, кто вот получил тогда, девочка от меня получила на моем конкурсе второй приз, да. Я думаю, что это вроде как никого не обидит, если вас не устраивает висеть в подписках, пожалуйста, вступайте в мою группу ВКонтакте, и вполне можете там общаться, там есть тема «Флудилка», хотя она пустая. Просто вот на данный момент у меня сейчас идет такой поток сознания, можно сказать, словесный понос от какого-то Владислава, или как-то так. И я, конечно, лоханулась, что дала свой адрес этому человеку, потому что он напросился на посылку, сначала на поменяшку, но у меня единственная поменяшка сейчас с Настей, у меня просто нет сейчас финансов лишних, и немножко другие приоритеты, и просто нет ничего такого конкретного на обмены. Кто-то у меня там что-то спрашивал, я так поняла, не знаю, что от меня хотели люксы получить, или еще что-то в подарок, или в поменяшку. Настя, она так же, как я, занимается маловарением и увлекается чаями, и поэтому, в принципе, я знаю, что ей послать на обмен. Мы договорились с ней, так сказать, посылками, никто не знает, кто что друг другу пошлет. Ну, там, кое-что она, в принципе, знает, я там с ней советовалась на эту тему. В общем, я, как обычно, ушла от темы, и немножко что-то забыла, да? Вот склероз, здорово, что-таки нельзя что-то такое делать. Можете считать, что у меня бомбит, или еще что-то, это ваше право. В общем, ВКонтакте я оставляю тех, с кем я общался, а вот я перешла к этот адрес, в общем, человек у меня выпросил этот адрес, я ему отказала в поменяшке, он предложил послать мне посылку. Человек довольно мутный, параллельно мне писал еще один товарищ, я подозреваю, что это или фейховые страницы, или это вообще, я-то один человек, или это вообще компания каких-то людей, которым, видимо, очень скучно живется. В общем, адрес он у меня узнал, если я подозреваю, что выносить излишки, это все-таки, наверное, какой-то закон, если вдруг мой адрес где-то появится, то, конечно, я напишу заявление в полицию уже. Но это так, просто уже уходя вперед, я надеюсь, что у этих людей все-таки есть в голове мозги, и они не будут делать что-то противозаконное, помимо того, что просто троллить меня там, типа, ой, да можно я возьму твою фамилию или еще что-то. Или просто какую-то хрень писать, как вот мне сейчас этот поток идет, 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 я его отсюда, конечно, не вижу, что там конкретно, но что-то там такое очень интересно. И, конечно же, закон всегда идет, ой, меня взломали, или там, допустим, человек в отношениях предлагает мне там пообщаться, да, я очень там вообще удивляюсь, когда там кто-то с кем-то, но это личное дело каждого, конечно. Но суть такая, что именно благодаря вот таким, видимо, завистливым людям, тем, потому что довольный человек и счастливый, он на такое не пойдет, на троллинг кого-то подобного таким подобным образом, или еще какую-то гадость делать. Счастливые люди, они счастливы, им как-то фиолетово на всех остальных, или они просто желают счастья другим людям, как, в принципе, я вам желаю тоже всем счастья и радости, и положительных эмоций. И, в общем, человек потом сказал, что посылка якобы не шлется, но, в принципе, это было все предсказуемо, я уже потом поняла, единственное, что я очень устала, у меня дома серьезные проблемы в семье, и я просто еще от жили несколько торможу всегда. Мне было просто как-то не до того, чтобы там включать голову. Возможно, это моя проблема, но, наверное, если вдруг у кого-то еще возникнет желание мне послать подарок, я буду давать адрес до вас требования. Может, я думаю, меня вы поймете, или так. Потому что доверяй да проверяй, да? И, в общем, если вы это досмотрели до конца и приняли это нормально, то я очень рада, и до новых встреч. Я, возможно, постараюсь записать сегодня или на днях эти приветы и еще какой-нибудь обзор. Всем спасибо за просмотр, пока. Субтитры сделал DimaTorzok